Доброе утечка всем! Сегодня у нас второй день без помощницы. Вернее, я договорилась с одной помощницей, но так как она сегодня уезжает в деревню, работа у нас практически вся уже выполнила, еду пока я не готовила, поэтому посуды нет. Мы уже полностью все поубирали, вот Яночке осталось только повытирать везде пыль, ну а посуды нет, поэтому смысл мне ее вот звать на как бы на час только помыть пол и позаметать, если мы можем сделать это сами. Ну а конечно же платить придется за целый день, поэтому немножко я решила сегодня экономить. Вчера я тоже убирала сама, а сегодня мы уже убираем с Яночкой. Вчера у Яночки были дополнительные с утра, поэтому она была занята, ну а сейчас вот Яно мне помогает полностью. Как раз убирают вот кухню, сейчас она будет вытирать все столы, все двери, вот потому что двери у меня блестящие. Это конечно знаете, вот когда начинаешь убирать, это действительно проблема. Видите, как зеркало дверь полностью. То есть вот эти все поверхности приходится протирать каждый день, потому что когда ты открываешь за ручку дверь, сразу вот если где-то даже палец, вот дотрагиваешься, то сразу видно вот каждый просто палец. Ну что Янусь, я пошла? Ты справишься одна? Не, она потом высохнет Янусь, она потом высохнет. Это пока она мокрая, так кажется. Ты именно вот этим калином, она специальная для для блестящих поверхностей, тогда не будет ни пальцев, ничего видно. Сначала калином хорошо взбрызни, а потом сухой тряпочкой. Понял? А вот эти вот магнитики аккуратненько, Яна, потому что они сделаны все из такого материала. Если упадут, то разобьются. Аккуратно, Доня. Они у меня у самой несколько раз падали, вот эти все казачки. Не трогай, не трогай. То они, наверное, прилипли уже. Лучше не трогай, Янусь. Я боюсь. Потому что для меня это прям очень дорогая память. Не хочу, чтобы разбились. В общем, все. В общем, все. Короче, я пошла. Убирай. На кухне пока у меня еще все вот. Я ничего не готовила, только вот сделала муку. Еще не решила сегодня, что я буду готовить. Поэтому я пока сделала тесто. Еще мы не допиты кофе. Кофе не успела допить. В общем, посмотрим, что мы будем готовить. Ну, а я поехала на рынок за овощами. Завтра понедельник. В понедельник у нас не купишь овощей на рынке, поэтому нужно закупаться в воскресенье. Яночка, коврики еще разложишь все. Здесь на пороге они лежат. Кстати, сегодня вышла на улицу, потому что я убирала двор, мыла машину. Соседи даже и не дернулись. Такое ощущение, что на улице вообще никто не живет. То есть никого я не увидела даже за пределами двора, чтобы кто-то вышел и сами убирали. То есть все сидят в своих домах. Обычно, когда, знаете, здесь вот индианки, они же очень ленивые, когда уезжают все вот эти байки, помощницы, обычно один день они так стараются перекантоваться. Ну, конечно, готовить нужно. Допустим, стирать тоже нужно. Мыть посуду тоже придется, если ты готовишь что-то, кушаешь целый день, да. То есть такие основные, конечно, обязанности они выполняют. Ну, а уборку, если что, на один день они как бы вот просто ее не делают. Поэтому я вот не видела, чтобы кто-то из моих соседей вообще сегодня убирал. Ну, я убираю, потому что, я скажу вам честно, пыли было очень много. Вчера я в доме не мыла пол, естественно, только мыла посуду и готовила. Я мыла только двор и машину свою. Но я вам должна сказать честно, когда чистый двор, тогда чистый и дом. Потому что пыль, естественно, идет вся с улицы, поэтому двор здесь мыть очень даже обязательно. Иначе просто в доме очень много пыли. Но вот сегодня уже, сегодня уже один день, получается, мы не убирали. Сегодня было очень много пыли. Именно не мусора, мусора у нас не бывает в доме. Но пыли очень много. Это я вот отвечаю тем, кто мне говорят, что зачем вам убирать в доме каждый день. Нам нужно убирать в доме каждый день, потому что здесь пыли в Индии столько, что если вы не будете убирать каждый день, это все просто покрывается пылью, просто палец. Так, ладно, я выхожу за овощами. Как сказала, уже завтра, в понедельник овощей свежих не будет, поэтому будем брать сегодня. Ну и плюс я еще ничего сегодня не готовила. Еще надо подумать, что сегодня готовить. Но мы планируем вечером куда-то сегодня пойти гулять. Работа работой. Но я говорю, Янусь, с завтрашнего дня у вас у всех будут дополнительные, у всех сестер тоже. Я хочу сегодня забрать детей и пойти вечером гулять. У нас тоже праздник, пусть хоть мы с утра и сами как служанки-уборщицы убираем все. Я такая до сих пор вот вся просто потная, мыльная. Приду вот, все доделаю, помоюсь и вечером накрасимся, разоденемся и пойдем гулять. Да, да, да. Столы, столы, Яночка, столы. Вот здесь, под столом, там внизу тоже, там пыль прямо вот этот, второй ярус который. Да, и здесь, где бад бентон. Да, да. А вот где сервант? Сервант где? Конечно, там тоже все. Да, Яночка, как ты хотела? Моя умничка, но все равно помогает мне. Спасибо тебе большое. У нас очень жарко, сезон дождей в этом году просто какой-то ненормальный, аномальный. Просто это издевательство какое-то над нами, а не сезон дождей. То есть то дождь, то солнце. И представьте, вот это вот настолько парит, то есть работать, вот работать по дому очень трудно. Особенно когда вот на кухне, то есть там просто ты вот весь, ты мокрый, ты просто вот весь мокрый. С прошлого раза, конечно, Яночка у меня уже молодец, помогать мне начала. Вот в прошлый раз, конечно, мне было очень трудно. Я потом начала уже объяснять Януське, что Янусь, детство у нас прошло, теперь нужно помогать. Привожу ей в пример старшую сестру. У нее есть старшая сестра, которая училась в Банглоре. И вот эта сестра, она тоже, вот знаете, прям никогда по дому вот тоже ничего. И вот эта сестра по дому тоже вот никогда и ничего не делала, и никогда даже вот не помогала, и не хотела даже помогать. Но когда вот она поехала учиться, там она быстренько всему научилась. Вот невестка говорит, что она каждый день мне звонила и спрашивала, как готовить то, как готовить все, а как стирать, а чем стирать лучше, чтобы вещи вот не портились или что-то. В общем, все вот эти вот вопросы хозяйственные она спрашивала по телефону и всему научилась. И сейчас вот когда она вернулась назад после учебы, я вам должна сказать, что я даже на нее смотрю с некоторой завистью. И я вот Яне ее даже постоянно привожу в пример, ну я, конечно, тоже со своим интересом, я ей с одной стороны привожу в пример, ну и в то же время хочу как бы мотивировать свою дочь, чтобы она тоже мне помогала и, конечно, всему научилась. Поэтому сейчас вот два дня уже, как у нас нет помощницы, ну вот Яночка понемножку мне помогает. Ой, 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 буйвол, я как их боюсь, они такие здоровые, слушайте. Если он даже копытом своим или рогом заденет машину, то все, это будет вмятина просто или стекло разобьется, поэтому я очень их боюсь. Ну и теперь вот она начала мне помогать, она понимает, что детство уже закончилось, начинается уже взрослая жизнь. Конечно, когда она занимается, я ее не трогаю, потому что ее просто не бывает дома, у нее времени не бывает. Ну так как вот сегодня у нас выходной, поэтому сам Бог велел, так сказать. Она понимает тоже, потому что в прошлый раз она мне помогала и она действительно поняла, что вся эта работа, которую выполняют мамочки в одиночку, это совсем не просто. И она после этого была очень удивлена и говорила мне о том, что это действительно, это так трудно на самом деле, так устаешь от этого. И спина болит, когда вот и заметаешь, и когда моешь пол. Представьте себе, а мы в принципе мы моем пол не руками, мы моем пол вот этим магический вайпер, он называется здесь. Вот такой волшебный вайпер, волшебный вайпер, magic вайпер на английском здесь он называется. То есть руками нужно, не нужно даже дотрагиваться до воды, не до тряпки, то есть все делается вот этим, вот этим специальной шваброй. Наши помощницы, они же шваброй, они хотят работать, они делают это все своими собственными руками. То есть представьте, как им трудно. Ну в принципе они сами не хотят мыть этой шваброй. Так что сейчас мне на этот раз намного легче, я уже, можно сказать, привыкла. Но конечно у меня куча просто других дел. Вот многие девочки там пишут, что ой, да все убирают. То да, конечно, все убирают, но не все занимаются ютюбом, во-первых. Понимаете, мне для ютюба нужно время, потому что когда я трачу время на вот эту всю уборку, у меня на это уходит, естественно, время до обеда. А смотрите, я еще и кушать не приготовила, у меня не поглаженное белье, завтра у меня уже будет стирка, поэтому у меня куча-куча других дел, которые мне нужно выполнять, кроме уборки, естественно. Ну а кроме того, вы просто не понимаете, как здесь грязно. Я хотела заснять вам, сколько сегодня было вот пыли просто в доме. То есть куча пыли, куча волос. То есть это просто потому, что один день мы не подметали и не мыли пол. Ну то есть я подумала, ладно, чистенько все, один день потерпит. То есть ну максимум это один день, если вы здесь не убираете, не делаете вот такую вот генеральную уборку влажную, это еще потерпит. Но 2-3 дня это вы просто засретесь в Индии, понимаете. Ну а так как я аллергик, у меня вообще потом начинается кашель, чихаю, глаза начинают просто вот раздражаться. Поэтому я должна убирать по-любому. Ну а кроме того, я открываю двери, потому что вот до обеда у меня всегда двери открыты. Я люблю, чтобы был свежий воздух, я проветриваю полностью все помещение. Кроме того, сейчас я приду, я что-то буду готовить. Я не люблю запаха еды в нашем доме, поэтому я стараюсь наоборот все окна открыть, чтобы все это проветрилось. У нас начались большие праздники, один за одним, и сегодня я хочу повезти всю семью, пойти вместе погулять. Я не знаю, кто пойдет или не пойдет, я сразу всем сказала, всех обзвонила и сказала, вот кто хочет, идите, кто не хочет, не может, ждать никого не будем. Мы пойдем еще потом, во второй раз, и во второй раз тогда пойдете. Потому что семья очень большая, у всех своих проблемы, наши невестки тоже вот эти вот отмечают все вот эти праздники, у них там определенные пуджи в домах, да, ритуалы, вот эти обряды, и поэтому всех просто не дождешься. Кто-то может и хочет, но, как сказала мне, допустим, сегодня сестра, поехали после 8 часов вечера, но я сказала, да нет, после 8 я точно не поеду. Во-первых, мы идем без мужчин, одни только женщины, дети, да, и прям в 9, в 10 часов вечера я не хочу гулять как бы одна по улицам, потому что мы планируем не только по нашему району погулять, а еще и поехать куда-нибудь подальше. Ну и в свете последних вот событий очень неприятных, знаете сейчас, что вот очень участились сейчас вот случаи такие вот неприятные и всяких нападений на женщин, поэтому я, конечно, все-таки не хочу рисковать и побаиваемся все-таки. Ну, надеюсь, что мы выйдем, но выйдем пораньше. Я хочу где-то вот в 6-7, чтобы уже выйти просто вот из дома. Ну, я вот смотрю, здесь все люди работают, никто не отдыхает, никаких выходных, не знаю, и фрукты, и овощи, все стоят, продают, смотрите, все раскладываются. Кто хочет зарабатывать, тот зарабатывает, а кто их хотят? Ну, конечно, у нас в нашем районе, вот те, которые помощницы, они просто вот из деревень приехали, поэтому на праздники они стараются, конечно, попасть в деревню, чтобы повидаться с родственниками хотя бы пару-трой годней. И тоже, в принципе, мы относимся к этому с пониманием, тоже у моей-то там родственники в деревне, они живут все в одной деревне, и ее родные, да, вот с ее семьи, которые, и те, которые семья мужа, поэтому им тоже, конечно, хочется провести несколько дней все вместе. Посмотрите, здесь тоже сделали такой красивый пандал, вот это то, что вы видите, как домик, все это сделано из ткани, и все это сделано временно, то есть потом все это разберется. Я даже не знаю, уже открыто сегодня или нет, да, да, Гадеш стоит, как красиво они все делают. Вот таких пандалов по всему городу будет очень много, но если в нашем городе, может быть, и не такие супер красивые, то там вот в центре и вот в секторах, там вообще такие красивые делаются, прям вот не просто ставят только одну статую бога, а они делают типа такие мини-города. Там вот внутри очень много всего интересного, и аттракционы, и еда, и, в общем, можно погулять, музыка, в общем, целые народные гуляния, просто вот как ярмарки, поэтому, конечно же, очень хочется пойти тоже погулять. А у нас в доме как обычно принято? Женщины очень устают за целый день, потому что еду, естественно, никто не отменял, что-то другое по дому нужно делать уже потом, но в первую очередь нужно всех покормить с утра, пораньше все встают, всем нужен то чай, то какой-то вот завтрак, поэтому работы, конечно, очень в доме всегда много. Индийская еда, она, конечно, очень такая взлопотная, то есть все надо готовить горячим, это не так, как у нас, вот завтрак поел, просто вот отрезал хлеба, намазал маслом, сыром, чаем, выпил и все. Здесь так никто есть не будет, поэтому еду приходится готовить, а это, конечно, занимает очень много времени. Смотрите, мужчина пошел с сумочкой, здесь мужчины ходят на рынок, здесь женщины очень редко ходят на рынок. Только в нашей семье женщины ходят на рынок, а так в основном мужики ходят здесь по рынкам. Ну вот я зашла на рынок, решила немножко вам показать, достаточно пункта, женщин вообще не видно нигде. Сегодня на рынке, если вы кого-то и увидите, это только вот мужское население. Почему? Потому что так как праздник, ни в одном доме сегодня помощниц нет, поэтому все женщины просто вот заняты домашним хозяйством. Ага, это вот ряды тоже вот овощей. Сейчас посмотрим, что здесь можно купить. Видите, пусто, одни мужчины, покупатели и одни мужчины. Я в этих рядах никогда почти ничего не покупаю, просто это далеко очень. Не хочется тащить мне до машины мои сумки. Ну вот я просто зашла, чтобы показать вам, что в основном, в основном, или семьями тогда приезжают, то есть мужчины помогают своим женщинам, или тогда вот в основном мужчины одни приходят покупать, какие-то делать покупки, закупки для дома. Здесь вот дополнительные ряды стоят, уже убирают, потому что вот праздник уже начался, поэтому все вот эти статуэтки Бога уже их поставили, поэтому покупать уже никто их не будет, поэтому то, что вот осталось, это уже на следующий год будет. Видите, собираются, они убирают вот эти вот дополнительные, дополнительный рынок был здесь поставлен перед праздником, для того, чтобы распродать вот эту саму статуэтку Бога, которую садят в доме, и потом специально для нее делаются вот эти вот все ритуалы, обряды и пуджа. Кстати, мне нужна копилка, сейчас посмотрим, есть ли здесь копилка. Слушайте, на рынках сегодня, конечно, цены просто космос. На праздники какое все дорогое становится, кошмар. Но зато, знаете, мне сегодня повезло, я сегодня взяла дешевый авокадо, потому что на такие большие праздники, такие вот заграничные фрукты, они не очень популярны. А знаете почему? Потому что они дорогие, и их не возьмешь в большом количестве. И поэтому они вот лежат несколько дней, уже теряют свой товарный вид, и люди их не хотят вообще потом брать. И им приходится на вот эти вот дорогие фрукты снижать просто цены. Допустим, кожица авокадо, она тоже сохнет, становится такой темной, и люди думают, что он уже прям не свежий, что он внутри там гнилой или что-то. А грейпфрут тоже, он, кожица такая прям вся скукоженная, но я то знаю, что у грейпфрута очень, кожа очень такая толстая, то есть сначала сохнет она, а внутри там все чики-пики. Поэтому я ему говорю, слушай, дорогой, ты мне давай, говорю, снижай цену, я возьму у тебя 10 штук. А мне лично, мне очень нравятся грейпфруты, то есть я с удовольствием ем. Хотя Янке моей не нравится, ей горькое, щиплет, а я прям с удовольствием. Вот особенно, знаете, после еды кисленький фрукт, я просто вот обожаю. Поэтому я за милую душу, тем более вот так вот по дешевочке я беру часто вот такие фрукты, в которых я уверена, конечно, что они внутри нормальные, не гнилые какие-то, они порченные, мне вот кукурузки, так хочется кукурузки мне, но вижу, что кукурузы нигде нет, и хотелось мне очень сливы, не знаю, мне сказали, что вот эта вот местная слива, типа алычи, она уже закончилась. Теперь продают вот эту вот привозную, которая очень дорогая, которая вот 600 рупий за 250 грамм, ну то есть это очень дорого, за такие деньги, за такие деньги я уже покупать не хочу, значит, значит, не будет нам с Янкой больше компота. Мы варили вот компотик сейчас, вот каждый день варили себе компотик вот из кисленькой сливки. Слушай, я хотела сделать обзор немножко, то что я купила, принеси свою мусорку, ну эту пока здесь поставь, найдем применение, ну и будем на кухне, на кухне потом поставим. Сюда вот в мусорку. Это вот Яночка старая, старая мусорка Янкина, она говорит, ничего сюда не помещается, купи мне новую. Принеси, я хочу показать. Хочу сейчас быстренько сделать вам обзор, что я сегодня купила. Лук, цены, как я сказала, просто сегодня шикардозные, шикардозные, 60 рупий за килограмм, то есть красная цена в базарный день 20 рупий килограмм этого лука. То, что я купила в Роджешу, вот такие вот пакетики с зипами купила, и купила вот такой вот сыр. А еще мне так захотелось сегодня кукурузы. Боже, я объездила полгорода для того, чтобы купить кукурузу, так мне хотелось, вот, она хотела такого среднего размера. Есть мусор, хорошо, я не буду показывать. В общем, 300 рупий стоит вот это вот, дождьбин вот этот. Яна сама выбирала, я ей показала вот на видеокол, говорю, выбирай сама себе цвет, поэтому она выбирала себе сама. Еще у нас хлеб наш любимый, потом вот этот вредный хлеб тоже купила один, и Яна попросила у меня сегодня докла. Сегодня, пока мы еще ничего не готовили, видите, на кухне у меня вообще полный. Вот это называется докла. У меня есть, кстати, на канале рецепт, но, конечно, магазинная докла, она супер мягкая, то есть она настолько вкусная, дома все равно так не приготовишь. Еще, как я вам уже говорила, мне сегодня очень повезло, я купила подешевочке вот авокадо, потом грейпфруты купила. Помидоры тоже дорогие, и сегодня все овощи были как бы не свежие, поэтому я не стала сильно много покупать. Но грейпфрут, видите, какой он, вполне даже нормальный товарный вид, ну, немножко, конечно, подсохший. Продолжение следует...